Всем тыквенный привет, с вами Дрим и в сегодняшнем видосе мы с вами поговорим про утечки, ребятки. Для начала мы с вами поговорим про первый скин на шлем золотого качества, который выглядит просто мега бомбезно. А также мы с вами рассмотрим утечки всех кейсов и рулеток, всех кейсов и рулеток, которые нас ожидают в этом обновлении. Поэтому, ребятки, обязательно смотрите до конца, также будут доступны, конечно же, еще и даты выхода этих кейсов и рулеток, поэтому информация максимально полезная. Ну и, конечно, не забудьте поделиться этим видосом со своим другом, чтобы он тоже был в курсе всех нововведений, всех кейсов и рулеток, которые нас ожидают в ближайшее время. Плюс к этому, ребят, хотел бы вам напомнить, что сейчас на канале проходит просто куча розыгрышей. Во-первых, розыгрыш прокачки аккаунта, результаты вот прям уже на днях, ссылочка в описании. Розыгрыш, конечно же, трех мотоциклов Дукати, ссылочка также есть в описании. И еще розыгрыш А1 Роял Пасса, ни одного, ни двух, а целых пяти. Ссылочка также в описании. Ребятки, переходите, участвуйте, потому что это все сделано в знак благодарности за вашу поддержку. Ну а если вы хотите покрутить какую-то рулетку или подкрывать какой-то кейсик, также в описании найдете ссылку на самый лучший магазин на планете с самыми фартовыми ЮЦ-шками. Быстро, выгодно, оперативно и гарантированно. Мы работаем круглосуточно. Ну а прямо сейчас мы с вами, конечно же, переходим к этим утечкам, ребятки. Давайте посмотрим, наконец-таки, что же нас ожидает в игре. Во-первых, 27 мая. Это уже меньше, чем неделя осталось до нового золотого костюма, трейлер которого вы видите прямо сейчас. Не забываем, что вместе с этим золотым костюмом нам добавят еще и улучшаемый скин на Амерку. Первый улучшаемый скин на Амерку, который выглядит тоже мега бомбезно. Плюс к этому у нас именно в этой рулетке будет тот самый, ребятки, шлем, о котором я говорил. Именно шлем золотого качества, который выглядит просто, ну, мега сок. Сейчас мы его с вами более детально рассмотрим. В принципе, вы уже видите его на экране. Также вы видите именно презентацию костюма. Очень жаль, что эти эмоции нельзя юзать. Зачем они их вообще создают, если их нельзя юзать, нигде нельзя показать. Просто вы можете их увидеть только в самой игре. Как, к примеру, ваш персонаж садит на кулак тираннозавра. Костюмчик. Сам костюмчик выглядит мега сок. Можно нацепить маски, что самое интересное, как видите, да, ребятки? Можно именно маску на лицо, повязку, очки и так далее. Это годно. Эмоция. Эмоция, если честно, вообще ни о чем. Костюм выглядит намного лучше. Ну и, само собой, то, о чем я говорил. Шлем. Это шлем, ребят. Оказывается, это шлем. Я думал изначально, что это голова просто по-другому выглядит. Но нет, это шлем. Вот первый уровень. Вот таким вот образом он выглядит. Уже годно, согласитесь. Второй уровень тоже неплохо. Очень даже неплохо. Ну а третий уровень это просто, ну, красота. Посмотрите на это. Жду ваше мнение в комментариях. Убийца шлема Инферна или нет. Но, по крайней мере, на одном уровне, по-любому, как ни крути, выглядит очень интересно и необычно вообще именно для нашей игры, ребят. Дальше вы видите на глайдер. Окей, глайдер и глайдер. Они все похожи между собой. Если честно, они меня уже не привлекают никак. Даже не могут поменять хотя бы вот это вот свечение. Окей, сам глайдер меняют, но свечение. Можно, пожалуйста, другое поставить? Потому что одно золото только оттуда вылетает и все. Больше ничего интересного. Но можно было под этот костюмчик что-то организовать. Согласитесь. Дальше еще есть рамочка, аватарка. Но нам с вами это не интересно. Нам интересно, конечно же, что АМРка. Потому что это первый улучшаемый скин на АМР. И выглядит он, ну, просто мега сочно. Вот посмотрите на него, ребят. Ну, согласитесь, это 10 из 10. Здесь просто без комментариев. Это первый уровень только. Это только первый уровень. И здесь уже бомба. Идем дальше. Можно сразу же обвесы прокачивать, как вы увидели, да? Плюс к этому килл эффект. Килл эффект тоже мега сочно. Глаз, ну, вы поняли, да? Из какого именно фильма. Дальше. Третий уровень. Улучшенная форма. Здесь тоже все прекрасно. Появились именно вот эти кости, да? Выглядит уже намного сочнее. Глаз просто отдельная тема. Здесь именно даже не обсуждается. Плюс к этому, конечно же, у данной пушечки есть именно прекрасный киллчатик. Он тоже 10 из 10, ребятки. Посмотрите на него. Ну, сок. Согласитесь. Здесь снова же не к чему придраться. Видно, что постарались. Можно придраться только к вот этому. А именно к эффекту попадания. Зачем он? Вот я не понимаю, честно, зачем на АМР-ку эффект попадания. Здесь все равно one kill, one shoot, one kill, да? То есть эффект попадания ни к чему, по моему мнению. Но вот финальная форма. Это просто, ну, не знаю, 100 из 10. Посмотрите на нее, ребятки. Жаль, что эту АМР-ку можно достать только в кейсиках. Хотя, в дропе, да? Потому что, ну, хотелось бы чаще видеть этот скинец, конечно же, в игре. Когда он у тебя есть наличие, имею ввиду, да? Если ты его выбил. Потому что выглядит, ну, он мега вамбезно. Это прям, повторюсь, тысяча из 10 вообще. Есть еще вот такая вот интересная эмоция. А, тоже интересненькая. Вот такая вот эмоция. Не буду говорить именно с чем ассоциации. Но, я думаю, каждый уже понял. Выглядит, ну, снова же, очень круто. Скелеты, кости. Это тематика вот такая. Ну, она подходит идеально для нашего сезона. Как ни крути. Ящик с лутом вы уже видите. И видели его ранее. Ну, и эффект вот этот последний. Вы его тоже видели ранее. Как ящик с лутом появляется и собирается. Именно вот в такую вот коробочку. Короче. Скин бомба. Золотой костюм тоже неплохой. Шлем тоже очень годный. Поэтому ждем эту рулеточку. Осталось меньше недели. Жду ваше мнение в комментариях, конечно же, насчет вот этих вот скинчиков. Как они вам зашли, не зашли. Хотели бы себе в коллекцию или нет. Ну, и да. Можете посмотреть на обвесы, как они будут выглядеть. Ну, в принципе, я думаю, и так понятно, что будет очень даже неплохо смотреться на этой пушечке. Но мы с вами идем дальше. Дальше у нас, ребятки, будет именно, конечно же, кейсик с той самой коллабой, которую неожиданно ждут все. Когда я выкладывал этот видос, я не думал, что прям все будут ждать. Но какой комментарий я бы не прочитал, все говорят, что они хотят этот костюм и они хотят эту эмоцию. Окей, окей, ребятки, я здесь без комментариев, ничего говорить лишнего не буду. Понравилось? Ну, понравилось, хорошо, ждем вместе этот кейсик. Идем дальше. Следующий кейсик, это у нас улучшаемый скинец на берсту с 5 уровнями, да, это будет на ящик удачи. Ну, и, конечно же, остальные скины. И будет доступен данный кейс уже 1 июня, ребятки. Ну, а вот этот вот кейсик у нас появится в игре 5 июня. Такой себе, если честный кейсик, не вижу смысла на нем задерживаться. Скины такие средненькие. Я думаю, это будет именно рулеточка, где можно будет забрать гарантированный премиум кейс. Ну, потому что похоже, очень похоже именно на эту тематику. Дальше у нас будет, конечно же, рулетка с 8 мификами, ребят. Именно та самая рулетка, куда нам должны вернуть им на целых 3 скина на транспорт. Именно те самые скины от разработчиков. И будет доступна данная рулетка уже 9 июня. То есть там у нас будут, как вы знаете, миф-сеты, да, драконами. Мы их уже показывали неоднократно. Будут, как я уже сказал, вот эти 3 скина на транспорт и остальные скинчики. Идем дальше. Дальше у нас, ребятки, скины, которые будут добавлены в классический кейс 12 июня. Туда добавят нам вот этот зацетик, скинец на шлем, скин на узишку, скинец на дымовую гранату, головной убор. Ну, в принципе, вы видите все на своих экранах. Ну, а сразу же после этого, а именно 16 июня, нас ожидает, наконец-таки, первый улучшаемый скин на баги с киллчатом. Ну, и, конечно же, конечно же, остальные скинчики, которые вы видите прямо сейчас на своих экранах. Ну, они не так интересны, потому что больше всего отсюда нужен именно, конечно же, улучшаемый скинец на баги. Как без этого? Также, что самое интересное, здесь будет тот самый скинец на мачете. Вы его видите уже на своих экранах, да, о котором мы с вами ранее говорили, что выглядит он очень даже интересно. Вот такой вот скинец, очень годный, очень крутой. Его тоже можно будет достать из этой рулетки. Ну, а 13 июня нас ожидает еще одна рулетка. Возможно, возможно, будет именно с кристаллами, да, как это у нас сейчас доступно в игре. Или, может быть, кейсик, пока что нет инфы, откуда можно будет достать себе вот эти два мифсета. Ну, а 30 числа нам добавят вот такой вот именно кейсик. Возможно, снова журлетка, откуда можно будет заполучить себе вот эти вот скины. Такие себе скины, поэтому идем дальше. А дальше, ребятки, нас ожидает тот самый улучшаемый скинец на вектор, который мы с вами уже рассматривали в предыдущих видосах. Вот он на ваших экранах. И будет он добавлен 1 июля. Пока что непонятно, что это будет за кейс или рулетка, потому что вектор будет с эффектом попадания, с киллчатом. Короче, будет максимальная прокачка. И он больше похож на пушечку из рулетки с золотым костюмом. Плюс к этому, вместе с этим вектором можно будет себе достать еще целых 4 мифика, то есть 2 мифсета, которые вы видите прямо сейчас на своих экранах. Так что непонятно, что это за рулетка, что новое подготовили для нас разработчики, но точно это будет что-то годное. Ну, а мы с вами идем далее. 3 июля нас ожидает именно кейс, снова же, возможно, рулетка. Нет еще, ребятки, инфы. Откуда можно будет себе достать вот такой вот скинец и даже еще и один мифсет, как вы видите. Ну, а 7 июля, ребятки, нас ожидает тот самый PDP ящик, откуда можно будет себе достать 2 мумии старые, одну золотую, ну, золотого качества, да, еще и психо-мумию, плюс к этому дополнительные вот такие вот PDP скины. Короче, тот самый кейсик, который многие из вас, да, в принципе, большинство из вас ждут. И он будет добавлен, как мы уже с вами ранее говорили, 7 июля. Ну, и последний кейсик, дату, которую мы знаем, это 9 июля, будет вот такой вот кейсик, откуда я хочу заполучить себе ДБС-ку, не более. Я, в принципе, об этом говорил, когда мы рассматривали с вами эти скины. Остальные скины, ну, такое. Ну, а вот ДБС-ка, ДБС-ка бомба. Ну, а мы с вами идем дальше, ребятки. Дальше у нас идет еще одна рулетка, это будет рулетка с питомцами, откуда вы сможете себе выбить именно 2 питомца. Будет у нас вот такой вот легендарный питомец, похоже на динозавра, который у нас именно бегает именно сейчас в режиме. Вот эти маленькие, да, которых можно приручить. Кстати, вы видите, да, намордник для него еще есть дополнительный, прикольный. Выглядит интересно. Как и у любых других питомцев, конечно же, у него будут эмоции. Вы видите, как он будет ходить, вы видите, как он будет бегать, вы видите, как он будет летать у вас на спине, да. Ну, и вот так он будет плавать. Это, в принципе, дефолт именно эмоций, да, анимация самого питомца. Но у него будут, конечно же, еще и легендарные эмоции. Одна из них похожа именно на эмоцию Тирекса, да. Вот такая вот эмоция. Да, и, в принципе, у Годзеленка тоже есть что-то похожее. Будет вот такая вот эмоция, где он что-то ищет, копает поисковик. Так, плюс к этому еще вот такая вот эмоция. Ну, и последняя эмоция выглядит у нас именно вот таким вот образом. Плюс-минус окей. Но мне, конечно же, больше понравился именно второй питомец. Как ни крути, у нас будет вот такой вот костлявый пухляш. Я его так и назову, если получится его выбить. Мифического качества, что самое интересное. И у него тоже будут, конечно же, свои эмоции. Напишите в комментах, ребятки, какой из питомцев вам понравился больше. Пухляш или предыдущий, который похож на то, что у нас и так уже есть в игре. Ну, который бегает, я имею в виду, у нас в игре. Анимация, конечно же, у него тоже присутствует. Вот такой вот бег. Подождите, у меня короткий ножка. Это прям идеально подходит. Дальше есть, конечно же, полет. Ну, и, само собой, плавание выглядит вот таким вот образом. Интересная вообще именно сама форма данного питомца, кости. Короче, что-то новое снова же приходит на Паб Мобайл вместе с вот этими вот питомцами. Что самое прикольное, в легендарных эмоциях у него еще и появляются глаза. Вот прямо сейчас вы видели, как это выглядит. То есть, неплохо, выглядит годно. Ждем, конечно же, добавления данной рулеточки. Ну, и, конечно же, посмотрим, сколько это будет стоить. Я надеюсь, я очень сильно надеюсь, что это не будет так же, как с медведями. Потому что, ну, по медведям, согласитесь, был жесткий перебор. Очень дорого. Поэтому, надеюсь, здесь такой ситуации не будет. Ну, и на этом, в принципе, все. Это все, что я хотел вам показать и рассказать в этом видосе. Надеюсь, информация для вас была полезной, интересной. Если она вам понравилась, обязательно поддержите ее своим царским лайком. Также, ребятки, не забывайте про все розыгрыши, которые я анонсировал в самом начале. Участвуйте. Прокачка аккаунта, рпхи, дукати. Все это сделано именно для вас. В знак благодарности за вашу поддержку. Ну, и, само собой, поддержите подписочкой, лайкосиком. На этом, в принципе, все. Также не забывайте подписываться на телегу. Там вся информация появляется намного быстрее, ребятки, да? Потому что она не требует дополнительной обработки. На этом я с вами прощаюсь. Берегите себя, берегите своих близких. С вами был Dream. Всем топ-1. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...